всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшнее видео хотел бы вам показать топ самых полезных комбинаций клавиш при сочетании с которыми редактирование мышки становится очень быстрым в разных задачах в разных ситуациях но в таких которую с которым вы встречаетесь ложеки каждый день про них многие спрашивают многие мучаются и даже судя потому что люди более опытные знающие нашем telegram чате отвечают тем кто еще не освоил эти навыки я понимаю что все равно не все даже опытные знают вот эти фишки вот эти быстрые комбинации а это очень сильно ускоряет работу я прям искренне вам рекомендую их освоить и внести в свой обиход ежедневный потому что это очень ускорит вашу работу так давайте по порядку сперва поговорим о работе с аудио регионами а потом поговорим про миди и так часто знал вопрос что делать с фейдами ну сразу конечно же фейда у нас можно здесь вбивать в виде значений можно специальный фейтул выбирать вот у нас есть фейтул мы берем его выбираем и с помощью него там рисуем фейды но это очень неудобно это нужно выбирать другой инструмент что-то еще придумывать зачем мне это нужно когда есть замечательное сочетание клавиш control shift я их просто зажимаю и провожу мышкой вот так вот по границе региона у меня создается фейд дальше удерживая control shift я могу этот фейд тянуть и как ты там и могу его вообще в принципе убрать то есть это очень удобно могу также сделать crossfade то есть я могу здесь разрезать давайте выберем здесь марки тул могу здесь разрезать наш регион и на его границе просто зажать control shift протянуть мышкой у меня создается crossfade вот при этом потом его подредактировать как-то стянуть то есть все я делаю зажатыми control shift клавишами и при этом мышки то есть мне не нужно никуда ничего переключаться я все делаю вот обычно своим указателем то есть это довольно удобно дальше если я сделаю фейд и нажму опять же control shift и посередине я могу менять кривизну этого фейда автоматизации то же самое то есть я создаю например какую-то кривую и хочу чтобы у меня здесь она была неровная да то есть нелинейная опять же многие даже профессионалы советуют но вот выбираешь curve tool да допустим у нас здесь есть она и ею пользуюсь то есть у нас есть файту у нас здесь есть вот автоматизм селекту автоматизм карту то есть это все очень удобно вот я сейчас выбрал карту и только сейчас вот это нажимая команд я могу вот как-то что-то делать опять же нам это не подходит возвращаем маркету используем наш pointer нажимаем опять же control shift все вот мы меняем кривую то есть опять же создаю новые точки не переключаясь ни в какой другой инструмент control shift быстренько подправил опять дальше редактирую то есть очень удобно дальше здесь опять же есть у нас of the automation select tool то есть это специальный тул для выбора вот этих точек автоматизации зачем это тоже неудобно я просто нажимаю shift выделяем мышкой все выделил нужные мне точки и как-то там отредактировал то есть вот shift зажал опять выделил и что-то поменял то есть гораздо это удобнее чем использовать вот эти вот все инструменты и что-то здесь делать дальше если я хочу им при переименовать регион опять же у нас здесь есть специально для этого тул у нас есть есть текст стул да это неудобно я просто нажимаю shift н и вбиваю название например пиано куплет да допустим здесь я вбиваю нажимаю пиано корус все я при про именовал мою эти регионы и метель гораздо удобнее ориентироваться не нужно никуда ничего переключаться то есть очень удобно очень рекомендую ну соответственно ножницами тоже не пользуюсь как вы знаете я пользуюсь марки тулом я нажимаю просто комната он у меня назначен на комнаты просто два раза кликаю куда мне надо либо просто выделяю нужную зону обрезаю и так далее можно выделить и просто скопировать и так далее то есть очень удобно не нужны никакие вот эти вот инструменты переключения и так далее то есть все большинство из того что здесь есть можно сделать просто используя горячие клавиши вот эти самые либо control shift либо просто shift и редактировать собственно на лету вот эти все нюансы то есть такие как фейды и так далее что еще мы можем с аудио сделать еще есть у нас замечательный здесь flex tool то есть если я его выберу то я могу растягивать файл опять же зачем мне это нужно когда у меня есть горячая клавиша option я просто зажимаю навожу на нижний угол региона и спокойно тяну его насколько мне нужно но из-за того что это apple loops у меня сейчас здесь это сделать не получится но давайте сейчас быстро включу flex вот теперь это будет работать то есть я просто беру и растягиваю все то есть нажимаю option тяну как мне надо все растянулась могу также стянуть не нужно никакие flex tool и не нужно ничего переключать то есть вот таким образом можно очень легко работать с аудио редактировать его растягивать сжимать создавать фейды прописывать автоматизацию и так далее то есть думаю с этим понятно друзья вы давно просили нас и мы это сделали самое выгодное предложение специально для вас представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы logic pro help причем как уже вышедшим курсом так и к тем который появится в будущем как это работает спросите вы все очень просто вы приобретаете определенное количество курса кредитов 30 50 или сразу 100 зафиксированную сумму а потом по запросу обменивайте их на интересующий вас курс мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции а доступ к нему останется у вас пожизненно при этом вы сами решаете в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы вы можете сразу запросить все что уже было выпущено школы logic pro help на данный момент а можете запрашивать порционно оставляя часть кредитов на будущие курсы все максимально гибко вы смотрите изучаете только то что вас интересует при этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс кстати пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее как это работает а также узнайте о подарках которые ждут каждого купившего пожизненный доступ не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас давайте то же самое покажу с миди полезные команды вот допустим у меня есть какой-то такой аккорд я хочу чтобы все velocity все у всех нот в этом аккорде было одинаковым то есть если я буду просто вот здесь фейдер двигать то он у меня соответственно будет их с одним отступом до относительно менять больше меньше да но я хочу их сделать одинаковыми велосипед я просто сжимаю комбинацию клавиш shift option и за тяну за этот фейдер и вот это велосипед становится абсолютно одинаковый для всех нот важно именно удерживать эту комбинацию пока не отпустил мышку пусть отпускаю все у меня единое велосипед для всех нот то же самое касается длинные то есть я вот если так как меняю то длина как бы меняется относительно границ я зажимаю комнат common shift option shift точнее вот у меня длина нот концовки нот выровнялись ровно то есть они были кривые стали вот ровные снятия это очень удобно рекомендую этим прям вот активно пользоваться дальше что еще могу быстро транспонирование просто зажимая option и могу стрелками вверх-вниз двигать аккорд могу зажать option shift и опять же стрелочка вверх на октаву выше то есть тоже очень 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 удобно еще очень полезная комбинация бывает такое что давайте сейчас сделаю например разную велосипед я например хочу увеличить велосипед этого аккорда до тех пор чтобы например у меня вот эта нота стала довольно громкой то есть сейчас я покажу пример вот смотрите если я сейчас буду просто увеличивать здесь велосипед видите у меня доходит до какого-то уровня и дальше не идет потому что вот эта самая громкая нота она у меня упирается в максимальный предел 120 и 127 и нижний но то уже и некуда и типа что опять же нас сохраняется это относительная разница то есть вот все уперлась дальше не идет если я хочу продолжить то есть оставить эту ноту в пределе и также увеличить остальные до предела то я просто могу зажать option и тянуть вот этот слайдер тяну 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 пока каждая нота не дает до максимума свете могу обратно опять же откатиться но правда у нас уже меня сбивается вот это относительный отступ то есть опять же это бывает полезно когда вас одна нота довольно громкая но вы хотите остальные подтянуть вы просто выделяете аккорд и зажимаете option и тянете чуть-чуть фейдер до тех пор пока вот там допустим вот так вот вы не подняли остальные ноты то есть это довольно удобно таким же образом можно пользоваться там и другими параметрами да то есть комбинация опять же shift option они позволяют вот так вот объединять какую-то какое-то редактирование то есть будь то по длине нот по velocity и тому подобное то есть вот такие комбинации очень полезные очень удобные рекомендую ими пользоваться если вы про них не знали вот меня лично они спасают просто постоянно каждый день в работе в редакторской поэтому пользуйтесь пишите в комментариях о каких комбинациях вы знали какими вы пользовались какие для вас были открытием также задавайте ваши вопросы в нашем telegram чате обязательно я всегда с удовольствием на них там отвечаю а самые интересные выношу вот такие видео ответы и записывать здесь на нашем канале лоджик про help поэтому подписывайтесь на канал лоджик про халп ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео ну а с вами был дмитрий урсул я вам желаю успехов в творчестве увидимся с вами в следующих видео всем пока